приветствую вас здравствуйте здравствуйте сегодня 11 февраля понедельник в этот день я жду своих путешественников точнее путешественниц они в дороге едут и пока пользуясь временем пользуясь свободным временем я начинаю трансляцию и жду пока люди присоединиться присоединяться да еще раз здравствуйте я вижу вы уже уже присоединяетесь тема сегодняшней трансляции как можно жить зарабатывать удаленно путешествовать и я буду рада поделиться с вами своими соображениями своими идеями и возможно вдохновить вас на это дело я думаю что трансляцию я уже начну раскрывать тему потому что будет запись и вы сможете пересмотрите кто присоединился дальше итак поехали первая цель трансляции для чего я это делаю лично для меня почему я этим занимаюсь почему я с вами делюсь тем вот что рассказываю вам и даю эту информацию прежде всего самое главное что я не могу это не делать я это делаю потому что мне хочется мне искреннее желание поделиться с вами и когда я это делаю когда я делюсь знаниями какими-то своими наработками ко мне еще приходит еще больше поток информации поток знаний это наподобие родника когда одни застаивается вода становится мутной и и тухлой и когда родник в действии когда люди приходят пьют из этого родника тем больше воды поступает вот примерно так но это я делаю потому что я не могу не делиться с вами тем что мне открывается какой стороной мне открывается мир как мне открывается жизнь и я рада с вами поделиться второе причина 2 у меня цели все записаны это очень важно я вам тоже рекомендую ставить цели на свои определенные действия тем более если вы мечтаете жить и работать удаленно то это очень важно иметь такое качество как планирование но мы с вами об этом поговорим итак следующая моя личная цель это вдохновить вас на необычный образ жизни необычный с точки зрения скажем 10 20 летней истории это необычный вид жизни для молодежи то сейчас становится все естественнее жить и работать удаленно следующая моя цель вдохновить вас не просто на необычный образ жизни а расширить кругозор каждый раз когда мы выходим за пределы своего обычного понимания за рамки своего сознания каждый раз мы раскрываем свой внутренний потенциал мы становимся шире мы становимся наполнение происходит работа знаете как это действует происходит работа с головным мозгом наши нейронные цепочки наши извилинки в мозге начинают приобретать совершенно другую структуру мы меняемся меняется наше сознание меняется наша жизнь и вы знаете что изменить другого человека невозможно мир изменить тоже нельзя но он каким-то волшебным образом начинает меняться когда мы работаем с собой и только с собой и делаем это для себя и тогда мир вдруг начинает приобретать другие краски случаются другие события то есть расширение кругозора расширение и развитие восхождение расширение увеличение все это влияет на прежде всего на нас на нашу нервную систему скажем так на сознание на ум следующая причина по какой по которой я причина почему я с вами этим делюсь и цель вот этой трансляции кто сейчас присоединился хочу сказать что цель трансляции и тема трансляции как можно жить и зарабатывать удаленно путешествовать при этом есть такой образ жизни дальше принести осознанность то есть осознанность к тому как мы проживаем свою жизнь для чего мы пришли и родились на этой земле какая у нас цель для чего я не хочу сказать что сидеть в офисе с девяти до шести это плохо ни в коем случае потому что мы мы удаленщики я уже наверное себя отношу к этой профессии потому что поверьте и я тоже могу находиться сидеть тоже с девяти до шести напротив компьютера или какие-то делать другие обязательства свои рабочие но просто делаю это в разных местах и не это приносит радость то есть осознанность для чего мы родились для чего мы пришли вот сюда на на эту землю и как сделать свою жизнь более счастливой более наполненной как найти предназначение это тоже одна из целей моей трансляции поделиться и возможно вдохновить нас на вас на вот эти вот качества осознанности следующая еще одна цель которую я вот здесь привнесла цель трансляции сегодняшний вдохновить вас на то чтобы стать хозяином своей жизни то есть умение брать ответственность на себя и осознать что все что не происходит вокруг меня автором этого являюсь я и если я сижу в офисе и не до недовольна своей работой если у меня депрессия если что-то происходит не то в своей жизни то это не потому что вот каким-то образом мир несправедлив это мир показывает мне что я иду не в том направлении мне надо немножечко подстроиться найти вот эту вот свою свою грань свой путь и когда человек следует своему предназначению своему пути тогда поверьте у нас и радость и богатство и здоровье все это у нас случается и так я озвучила мои цели трансляции почему я это делаю с какой целью я сейчас вот вышла в эфир к вам и делюсь определенной информации прежде всего хочу сказать что я сейчас нахожусь в гоа штат индия в гоа мы начинаем путешествие вот сегодняшнего дня буквально через полтора часа приедут уже мои путешественницы женский коллектив на этот раз получается и я уже буду заниматься ими и вести возможные репортажи свои тоже путешествий почему я говорю что что от гоа потому что я очень надеюсь что трансляция пройдет успешно в том смысле что нас выключает свет электричество частенько бывает вдруг если прервется трансляция то я ее продолжу и я не хочу затягивать делать это долго чтобы успеть внести самое самое основное трансляция будет записи вы сможете вернуться и послушать его другое время следующее если вдруг вас интересует тема как же можно путешествовать зарабатывать как же это сказочно в теплых странах или там не знаю в горах или еще где-то какая же прекрасная жизнь у этих людей знаете вот так вот нам окажется как же это здорово то для того чтобы прийти к этому давайте подумаем какие качества необходимо в себе развить кажется это очень сказочно ну чтобы стать таким человеком и чтобы получать удовольствие от того как мы наслаждаемся путешествиями нужно развить в себе определенные качества если этих качеств не существует если вы еще не готовы то лучше не делать и не спешить с удаленной работой вообще с путешествиями потому что это требует большого количества определенной ответственности и склада ума и так я записала прямо приготовила целый список для того чтобы подготовиться и осознать я готова ли я готов ли к тому чтобы оставить свой родной дом оставить офис и двинуться вперед первое что я заметила это прежде всего ответственность это умение брать ответственность за свою собственную жизнь чаще всего у нас есть уже ну скорее всего у всех есть родственники есть дети есть семья и умение нести вот эту ответственность это одно из самых основных качеств самых самых но как считаю я и не только я мой учитель по йоге тоже так говорит то что качество умения брать ответственности это есть одно из качеств Появление духовности. Человек, который духовный, и чем выше он стремится к духовности, это человек, который готов брать и нести ответственность за свою семью, самого близкого окружения. Вначале за себя, за свои поступки, далее за свою семью, и далее мы расширяемся, увеличиваем свои границы и так далее. И в конце концов это за народ, нести ответственность уже для высокодуховных личностей. Далее риск, умение погружаться, умение, точнее осознание того, что это рискованное дело путешествовать. Само по себе уже новые страны, новые границы, это все предполагает то, что вы готовы рисковать. Следом тут же прям качество, еще следующее перекликается, отсутствие страхов и новизна. Любые решения, которые мы принимаем в жизни, мы основываемся на двух, так сказать, составляющих. Это либо новизна, и я готов принимать новизну, я верю, что все произойдет самым лучшим образом. И второе, это страхи, то есть, либо на страхах, и я не хочу меняться, я хочу стабильности, я хочу, чтобы все оставалось так, как и есть, и было. Это первое, страхи. И второе, новизна, я бросаюсь, окунаюсь с головой в этот поток и приветствую новизну. Новизна это и есть любовь. То есть, мы принимаем все решения в нашей жизни, исходя из двух составляющих. Либо страх, либо любовь. Любовь это новизна. То есть, риск, доля риска у путешественника, у человека, который работает удаленно, она намного выше, чем у того, кто сидит в офисе и получает стабильную зарплату. И опять, пожалуйста, не услышьте то. Я не говорю, что сидеть в офисе это плохо, ни в коем случае. Наоборот, я сама определенное время, у меня, наверное, лет 7 стажа работы в офисе, и они были просто необходимы для того, чтобы я развила определенные качества. Для того, чтобы я поняла, даже приобрела манеры, самые простейшие манеры, как общаться по телефону, манеры, как составлять письма, манеры, ну, вообще, как бы, как вот, как наша офисная работа выглядит. И я, наверное, сейчас озвучу, вот я говорю, из позиции своего опыта. У меня около трех лет работы, опыта работы в банке. Я была еще студенткой, параллельно работала фулл-тайм и училась каким-то образом фулл-тайм. У меня так получалось. И далее около четырех лет работы в Ирландии в компании по организации мероприятий и фестивалей. Это компания, которая занималась безопасностью. Безопасность с точки зрения fire and safety, то есть пожарная безопасность, и безопасность вообще. То есть мы делали самые крупные фестивали, самые крупные концерты. Такая вот очень интересная, насыщенная работа у меня была, и она еще сочеталась с бухгалтерией и менеджментом. То есть вот такой вот у меня опыт работы, и я судьбе очень благодарна, потому что на самом деле я понимаю, что именно вот это мне было необходимо для того, чем я сейчас занимаюсь. И знаю то, что буду заниматься чем-то еще другим, более широким, надеюсь. Далее. Мы сейчас говорим о качествах, какие качества необходимы для того, чтобы путешествия, зарабатывание на жизнь и жизнь в других странах приносило радость. Радость. Мы это делаем ради состояния радости, потому что если мы не наработали определенные качества, это может быть стресс. Следующее качество. Планирование, можно еще сказать, организованность. Это одно из основных качеств. То есть без умения планировать жизнь, планировать работу, вы несете инициативу, вы являетесь инициатором во многом, потому что люди, которые нанимают, на которых вы можете работать потенциально, уже они предполагают, что вы проявляете инициативу, вы отличаетесь, ваше сознание многовариантно, у вас есть еще образное мышление, то есть необычное мышление, обычно это вам сказали, вы сделали, а образное мышление такое креативное, такой вдруг раз и подход какой-то новый. То есть вот эти качества очень необходимы. И планирование, то есть четкое составление графика. Опять, это для большинства людей, но я знаю, что среди нас есть и другие люди, кому планирование не подходит. Я знаю таких людей. Возможно, это их путь, и у них так получается. Бывает такое, что когда ты планируешь, ты начинаешь привязываться к результату, и ты стараешься изо всех сил идти к этому результату. А привязка к результату мешает нам получать радость от самого процесса. В итоге получается так, что мы, цепляясь за этот результат, теряем, можем потерять, и как бы сам процесс, скажем, мы не сделаем то, что нужно, и мы еще не получим удовольствия. Но это уже другой вопрос, он более психологический. психологический, я сейчас заострять внимание на нем не буду. То есть мы сейчас поговорили о планировании. Следующее качество – тайм-менеджмент, умение управлять временем. Тоже очень важно. Даже если ты не сидишь в офисе, и начальник не стоит рядом, и никто как бы за тобой не наблюдает, но все равно тайм-менеджмент очень-очень важен. Да, я очень буду благодарна вам, если вы будете писать комментарии. Это мне идет помощь. Вот, пожалуйста, друзья мои, кто смотрит, помогите мне, пишите комментарии. Здесь вот сразу идет один комментарий. Путешествовать – это хорошо, главное – финансы. Вот в том-то и дело, в том-то и дело. Как раз-таки путешествовать надо с финансами. А если их нет, этих финансов, то тогда, может быть, и нет смысла это делать. Дисциплина. Много говорить не буду, вы понимаете, что человек, тем более, который находится в чужой стране, у которого не стоит начальник вот здесь вот за спиной, этому человеку очень важна дисциплина, и вот эти качества приходится развивать. И еще один важный такой пунктик, он необычный – генпутешественника. Для того, чтобы путешествовать, это на каком-то этапе, как мне кажется, у людей просыпается желание путешествовать. И, ну, вот есть люди, у кого он явно такой проявлен генпутешественника, поэтому если у вас этого гена путешественника нет, то тогда лучше и, ну, естественно, и не отправляться в эти путешествия, а просто находиться дома. Я думаю, что я перечислила основные качества, необходимые для тех, кто желает работать удаленно, и не просто работать, получать от этого удовольствие, зарабатывать деньги, содержать себя, семью и так далее. И сейчас я хочу перейти к профессиям. Я тут вот сама, это все моя креативность. Честно, я не посещала, никакие программы не проходила, программы, которые предоставляют, в том числе, вот можете прямо записать, Александр Редькин, который живет на Бали, и у него онлайн-школа. Я с ним знакома лично, была у него дома, замечательный человек, могу порекомендовать. Александр Редькин, есть в Фейсбуке, в Инстаграме, найдете. Вот, а вот эти качества, извините, не качества, а профессии, сейчас мы о них поговорим. Для чего я отдаю вот этот список профессий? Опять, моя цель, мое намерение – расширить горизонты, понять, что возможно. Не обязательно нужно быть гением-компьютерщиком, чтобы работать удаленно. На самом деле, сейчас, в данное время, когда у нас возможности, интернет есть, вообще другая эра наступает, можно и учиться, и работать удаленно. Я почитаю комментарии, в Гуа, наверное, красиво. Красиво, красиво, в Гуа красиво. Опять надо, Катя улыбается напротив, сидит. Красиво, когда вы приезжаете в Индию и научились смотреть на мир, сквозь, знаете, говорят, настоящий друг – это тот, который любуется цветами сквозь сломанный забор. Вот примерно так в Индии. Вы любуетесь Индией и не смотрите на некоторые нюансы, которые вот здесь вот у нас присутствуют, можете догадаться. Мусор и так далее. Почитаю еще комментарии. Путешествие, романтика, с детьми сложнее рисковать, а быть открытым риском и новизне, в нестабильности. Согласна. Дети – это ответственность. Поэтому на каком-то этапе нужно уделить детям, естественно, воспитанию, образованию, вниманию. Либо найти такую страну, где это можно сделать, находясь, живя в этой стране, дать детям хорошее образование. Это возможно. Если говорить о Гоа и Бали, где я уже была в Гоа, есть детские садики. То есть если вы приезжаете с детьми, дети в России начинают ходить в школу в 7 лет. В Европе немножко сложнее. В Европе это с 4 лет. Уже дети с 9 до в Англии до 4. Ну, может, я немножко ошибаюсь, но хочу сказать, что в Англии, конечно, дети, они там чуть ли не весь день вообще проводят школу. То есть в России до 7 лет ребенок еще может… У него детство полное, наполненное, вообще насыщенное детство. Можно сейчас находить возможность, как обучать детей дистанционно в онлайн-школах. Это все есть. Есть онлайн-программы. Конечно, это требуется от родителей большой тоже ответственности. И потом еще вам хочу сказать, если вы помните, до революции самое хорошее образование давали гувернанты. Частное образование. У дворян были лицеи, да, были лицеи, но не всегда. Если люди уезжали куда-то, или находились в определенных странах, то у них были частные учителя. Но я вам скажу, а кто нам мешает, нам, вот лично, родителю своему, опять вспомнить программу, опять читать определенные книги. Сейчас время меняется. Кто нам мешает обучать своих собственных детей? Кто нам мешает соединиться, объединиться родителями в определенный круг? И читать, скажем, определенные предметы, разные детям, создать свою школу? Это все возможно. На Бали есть хорошие школы, есть англоязычные школы, где дети получают образование на английском языке, если у вас есть желание. Есть дети, которые обучаются в онлайн-системе. В станице Баракайской, Мостовского района, у меня там, где я часто отдыхаю летом, тоже есть община людей альтернативного склада ума. Вокруг меня только такие люди. И меня вот окружают. И тоже детки проходят онлайн-обучение. Родители собираются вместе в определенные дни. Дети, родители. И таким образом они обмениваются уроками. То есть дети обучаются, сейчас скажу, это питерская школа, какой-то номер, не помню. Сдают они регулярно по интернету тесты, контрольные. И в общем, это все возможно. Детям дает аттестат. То есть все хорошо. И я вам скажу еще на примере моей собственной дочери. Заключительный год в школе, она у меня, мы живем в Дублине, и она когда заканчивала уже свой вот этот выпускной год, Настя не ходила в школу с ноября. То есть фактически вот она не посещала школу. И нам очень повезло с учителями. Вот на самом деле это было просто благословение. Нам повезло с учителями, что они дали возможность, дали ей возможность учиться дома самостоятельно. Она так и делала. По книжкам училась. Она говорит, мама, я не пойду туда в школу. Какой мне смысл идти? Я трачу время. И она занималась самостоятельно. Кстати, я вот только что вспомнила, что когда мне было тоже 16-17 лет, два заключительных класса, я очень много занималась репетиторами, готовилась в институт поступать. У меня были очень большие планы, московские, там, не знаю, ГИМО, московские финансовые. Слава богу, что я туда не поступила. Я поступила туда, куда я пошла. И оказалась там, где я сейчас живу. Я очень счастлива. И в эти два заключительных года у меня была тоже возможность в Грузии. Тогда ввели свободное посещение. Не поверите. Но только для тех, кто, у кого уровень был, то есть вот хорошистые отличники. У них была возможность свободного посещения. И мне очень повезло. Я оставалась дома. Я не ходила на определенные предметы. Я пропускала физкультуру. Я каждое утро мы с отцом занимались пробежкой, гимнастикой. То есть я не ходила на физкультуру, не ходила на грузинский язык. По-моему, еще на что-то я тоже. Не помню, не могу сказать. И вот именно это время, оно мне дало возможности подготовиться. И у меня мое обучение прошло очень хорошим образом. Я поступила туда, вот куда мечтала. И сложилось все очень хорошо. Читаю ваши комментарии. Благодарю, Виктория, за выпуск. И удачи с новыми участниками путешествий. Да, благодарю, благодарю. Класс, спасибо. Хотелось бы линк на питерскую школу. Хорошо. Да, Аурелия, привет, я тебя вижу. Скину, я узнаю у наших общинников. И скину ссылочку на вот эту питерскую школу. Кстати, может быть, на самом деле можно и вот людям, кто в Лондоне живет, тоже заниматься параллельно. Актуально на сегодняшний день. Я знаю, да, Наташа, благодарю за присутствие твое. И жду вопросиков. Катя тоже вопросики мне задавай, пожалуйста. Тут сидит вот рядом Катя, напротив меня, моя помощница. Итак, давайте двигаться к следующей части. Ну, уже основную часть, я думаю, я рассказала много чего интересного. И дальше. То есть, в случае, если вдруг выключается интернет в Индии, выключается электричество, то уже половину я рассказала, дальше можно продолжить. Профессии. Какие профессии подходят людям, которые мечтают жить и работать удаленно? Опять это мои мысли, мои скакуны. То есть, мои мысли, мои идеи. И буду рада, если вы добавите. Первое, самое популярное наверняка, это веб-дизайнеры. Веб-дизайнеры, составители сайтов. Сюда я бы еще отнесла не просто веб-дизайнеров, а дизайнеров вообще. Вплоть до дизайнеров помещений, вплоть до дизайнеров, там, график-дизайнер, даже дизайнер одежды. То есть, как я думаю, что это очень широкая такая специальность, и спектр вообще возможностей просто огромный. Это все можно делать, имея хорошие навыки. Вот еще, кстати, я запишу прямо себе здесь навык. Вот коммуникация, да, то есть, общение, еще один навык, который просто необходим для таких людей. Коммуникация, коммуникабельность. Вот так вот, коммуникабельность. Да. Веб-дизайнеры. Долго я не буду говорить об этом, именно объясняя, как бы, суть каждой профессии и не тратить время. Следующее. Бизнес-консультанты. Можно жить где хотите и вести параллельно определенный бизнес. И вообще сюда тоже входит не просто бизнес-консультанты, а консультанты в широком смысле. Консультанты, как психологи. Это может быть лайф и бизнес коучинг. Ну, в общем, консультанты широкого вообще уровня, широкого спектра. Пишите мне, подскажите в комментариях, друзья. На фейсбуке пока мало комментариев. Вот в инстаграмм, молодцы, вы мне пишите, мне очень приятно. То есть, консультанты. Если у вас есть профессия, связанная с консультированием, то оно совершенно не предполагает наличие офиса. Да, еще одно качество, которое сейчас мне пришло как раз-таки в голову. То есть, человек, для того, чтобы с человеком найти общий язык, это еще наверняка чувство интуиции и умение соединиться с человеком онлайн. Это не все могут, но вот сейчас, я думаю, что многие приобретают это качество. Такое умение наладить контакт с людьми через тысячу километров, через видеокамеру. Многие люди, я знаю, отказываются, говорят, я не могу передать, я не могу это сделать онлайн. Я понимаю, через онлайн, возможно, нельзя человеку провести какое-то посвящение, там определенные ранги и еще. Но я думаю, что в профессиональном смысле это можно сделать. Потому что в любом случае я передаю сейчас вам информацию, и человек вам тоже передаст информацию. А для того, чтобы эта информация уже переросла, стала знанием, уже требуется работа именно от вас. То есть, я прям запишу к себе в списочек еще необходимое качество человека, который хочет работать и жить удаленно, это умение наладить контакт. Умение наладить контакт. Понимаете, прям по ходу дела приходит информация. Вот именно поэтому я люблю делиться информацией с вами, потому что идет новый прям поток знаний. Так, умение наладить контакт. Это очень важно. Значит, в бизнес-консультант сюда относятся консультации вообще в широком смысле. Скорее всего, консультанты-юристы, да, консультанты-астрологи. И, ну, можете продолжать. Я так вот даю идею. Следующее. Разработчик программного обеспечения. Там можно работать удаленно, притом легко. У вас есть задача определенная, вам дали сроки, и вы уже приступаете к своему проекту. То есть это все легко и просто. Или айтишники, айти, да, айти пипл. То есть, пожалуйста, они могут работать удаленно очень. Вообще никаких ограничений нет. И опять я тут и говорил насчет финансов. Дело в том, что чем у вас выше уровень, тем, ну, как бы даже вопрос о финансах и отпадает. То есть нам никто не мешает становиться еще больше и еще совершеннее, проходить обучение, обучаться самому. Никто не мешает. То есть здесь даже вопрос отпадает. Это как бы такой финансы и путешествия. Это все зависит от нас, лично от нас. Насколько мы совершенны и знаем свою профессию. Насколько у нас развиты вот эти все качества, которые были перечислены раньше. Настолько мы востребованы. Поэтому если вы хороший специалист, все равно, где вы живете, абсолютно все равно. Да, бухгалтера еще. Вот, еще не записала. Бухгалтера тоже. Бухгалтера. Профессия, в которой можно зарабатывать деньги. И путешествовать, и контролировать тоже. Делать отчеты. Тем более сейчас вообще у нас в Ирландии, например, годовые отчеты бухгалтерские, налоговые. Мы сдаем это все через компьютер. Компьютер с собой и все. И вся документация, все в порядке, все с собой. Не надо ничего распечатывать, таскать никакие папки. Время уже меняется. Далее. Копирайтеры. Люди, которые занимаются редактированием текстов, удаленная работа. Прямо для них. Следующее. Я не буду долго останавливаться. Маркетологи. То же самое. Люди маркетологи. Хорошие маркетологи в цене. Поэтому, пожалуйста, обучайтесь, совершенствуйтесь. И все у нас будет. Тем более, что маркетологи, знаете, это сейчас такая профессия интересная, что мы в какой-то степени должны, каждый человек должен быть маркетологом, должен уметь себя преподнести, каждый человек должен уметь себя разрекламировать, вот особенно тем, кто хочет жить и работать удаленно. То есть умение вот не прятаться, а умение себя, как бы себя, ну, продать, можно сказать, да, то есть продать продукт не только какой-то или чей-то, а еще и себя тоже преподнести. То есть маркетологи. Маркетологи. Следующий организатор мероприятий. Организатор мероприятий. В том числе я себя тоже отношу к этой категории, потому что так складывается, что одновременно я и ведущая путешествий, но до того, как вот вести путешествия, еще большой подготовительный процесс требуется. То есть организация путешествий, да, если брать вот прям путешествий, подготовка, бронирование, билеты, вот это все, работа с людьми, это все возможно, это организация путешествий. А если конкретно мероприятий, хочу привести еще один пример. В 2000, по-моему, это был 11-й год, может быть, это был 2010-й год, когда я со своей коллегой, мы организовали в Лондоне несколько семинаров школы Синельникова. И мы это сделали полностью дистанционно, это был еще 2011-й год, люди не могли тогда понять, они говорят, как вы в Дублине находитесь, а как вы в Лондоне организовали семинар? Вы приезжали в Лондон? Мы говорим, нет, не приезжали. А как вы нашли помещение? А у нас даже не только одно, у нас был выбор помещений. А как вы сделали это? А как вы людей знаете лично? Нет, не знаем. То есть даже тогда, еще в 2011 году, получилось организовать несколько мероприятий, и следующие тоже, в принципе, все остальные мероприятия, которые уже я организовывала, тренинги, это школа, оздоровительная школа Нарбекова, и другие мероприятия, которые я проводила, это все было организовано дистанционно. То есть организатор мероприятий, организатор, скажем, даже, например, свадеб, или каких-то вот таких личных семейных торжеств, тоже не обязательно сейчас, в данный момент, находиться вам в этом городе. Вы можете брать заказы, вы можете... Наличие хороших связей, очень важно в этой профессии, и наличие качеств. Вот если у вас качества свои, вы развиваете образность мышления, многовариантность сознания, умение настроиться, сонастроиться с человеком, тогда вообще вопросов нет, отпадают. Следующее, логопеды. Прекрасно, логопеды, учителя. Опять это требует качества, конечно же, умения сонастроиться с человеком. Ну, путешественники, само по себе, путешественники, это естественно. И вот хочу еще, кстати, привести один пример. Очень хорошая новость. После нашего путешествия по Шри-Ланке и Мальдивам, молодой человек написал, у него было такое намерение. Любое путешествие, которое мы ведем, вот осознанное путешествие, оно начинается с того, что как только человек приготовился и принял решение, я еду. И я сразу прошу, пожалуйста, подумайте, для чего вы едете, какая у вас цель, куда вы направите вашу энергию, которая выработается в результате путешествия. Для чего вы это делаете? То есть один, можно понять, путешествие в Тибет это одно, путешествие на Мальдивы это другое. Для чего это дело? И вот молодой человек, он недавно мне написал, точнее, позвонил, счастлив, говорит, ты представляешь, я нашел работу, о которой мечтал. А работа у него, он так прямо написал, путешествовать, работать, работать и путешествовать. И у него, значит, нашла его работа, он устроился, его взяли в фирму. Если не ошибаюсь, это Google Maps, где он должен ездить. Нет, подскажи. Apple Maps. Apple Maps. Где его работа заключается в том, что он ездит, прям вот ездит на машине по определенным дорогам. И я поняла, там либо камера снимает дороги, либо... Машина специально оборудована. Вот, да, молодой человек уже откликнулся, Анжес, поздравляем, мы тебя все поздравляем. Да, то есть его цель и запрос работать и путешествовать, его подсознание и Вселенная восприняла это прямо, прямо в контексте. Прям путешествовать и работать. Вот он едет, он работает прямо в дороге, понимаете? Вот такой вот интересный запрос, и это случилось. Вот, удачи, успехов тебе, Анжес. Я прочитаю сейчас комментарии. Можно выучиться на инструктора по дайвингу. Вот хороший, да, очень даже хороший ответ. Инструктором по дайвингу, работать инструктором на Мальдивах или Мексике, ну вообще везде, где можно нырять. Замечательно. Да, открыть свой дайвинг-центр. Да, пожалуйста, записывайте. Кто присоединял и присоединяется к нам сейчас, тема сегодняшнего эфира. Как можно работать и жить удаленно? Что я здесь делаю? Я вас вдохновляю и расширяю вам сознание, пытаясь убрать вот эти ограничивающие какие-то рамки или шоры, как еще говорят, что это так трудно, это так тяжело. Вот надо с девяти до пяти, до шести, у меня же дети, у меня же семья. То есть это пытаясь убрать вот эти вот, или расширить, по крайней мере, сознание, что все-таки можно, можно это делать. И сейчас мы перечисляем профессии, обладев которыми вы сможете получать удовольствие и путешествовать. И не только удовольствие, путешествие уже предполагает то, что у вас уровень ответственности выше, чем у других, уровень принятия рисков, умение планировать, дисциплина, тайм-менеджмент, коммуникабельность. То есть вот эти вот все качества, они развиваются. Если этого нет, то лучше сидеть в офисе. И сидеть в офисе не означает быть чем-то хуже, чем другие, абсолютно. Следующая профессия, которая мне пришла на ум, это йога-учителя. То есть можно везде ездить, пожалуйста, вы можете переехать в другой город, вы можете переехать в другую страну, вы можете вообще ездить, путешествовать, вы можете проводить тренинги, вы можете, я не знаю, еще что-нибудь подумать. То есть чем выше ваш уровень, ваше мастерство, тем меньше у вас границ, тем в больших странах вас рады видеть, приветствовать и говорить, приезжай, пожалуйста, проведи занятия йогой. А если вы еще не просто йоги, если вы еще и парикмахер, как вчера у нас к нам в гости приходил Рэм, который одновременно и инструктор йоги, и одновременно еще и парикмахер. Очень востребованный парикмахер и востребованный инструктор йоги. Так что запишите парикмахеры, тоже возможно путешествовать, ездить. А если вы еще и стилист, если вы не просто парикмахер, а стилист, еще и высококлассный. Если у вас есть инстаграм, мне страничка, если вы себя хорошо умеете преподнести, если вы, кроме того, парикмахеры знают, вы еще и хороший психолог, так люди будут смотреть, о, приехал Рэм на Шри-Ланку, о, надо к Рэму обязательно попасть, да, или заранее он там пишет, что я буду через месяц на Шри-Ланке, у него же запись. Или я буду на Бали, и у него же запись. То есть парикмахеры, стилисты, нет вообще ограничивающих никаких факторов, сдерживающих, тем более с соцсетями и с этими вот возможностями, которые сейчас у нас есть. Жду ваших вопросов, пожалуйста, пишите, пишите мне, задавайте вопросы и идеи. Косметолог, вот мне очень нравится Катя Рабинович, здесь на хорошей комментарии подсказки пишет. Косметолог тоже, если у вас требованная личность, профессионал, да, тем более если вы, например, еще и массажист, да, есть такие люди, которые обучение проводят, да, массаж лица, и может быть не только лица. То есть если вы относитесь каким-то образом к оздоровлению, тем более такие специалисты востребованы на курортах. Если вы приедете на Бали, и вы высококлассный специалист по наведению красоты. Кстати, еще одна профессия пришла сейчас мне в голову, фотограф. Да, прям записываю, фотограф. Видите, как хорошо, когда вот вас много, нас много, и мы прям создаем некий такой эгрегор, такое поле, и информация идет уже немножко по-другому, чем я вот просто записываю для себя. Уже идет прямо аж. Все мы сейчас с вами в каком-то общем потоке находимся, и поверьте, что раз вы уже меня слушаете, раз вы не покинули этот эфир, то скорее всего что-то в вашей жизни скоро произойдет. И у меня тоже, я надеюсь. А все следствия, кстати, очень актуальны. Подсказка, автослесарь, путешествовать, возможно, опять это все от мастерства зависит, автослесарь, механик. Ну, тем более, если, например, там Формула-1 где-то, и я шучу, конечно. Ну, как вот идея тут, просто подсказки со стороны. Флорист-путешественник есть тоже, да, да, есть флорист-путешественник. У меня есть один знакомый, который очень хороший садовник, он замечательный садовник, его люди приглашают и говорят, приезжай, пожалуйста, проведи, проведи семинары, проведи мастер-классы, потому что хороших садовников, те, которые умеют ухаживать за тем же виноградом, за теми же садовыми деревьями, их не так много. И их рады видеть. Вот тоже как вариант, но это, скорее всего, если вы, конечно же, в определенной части живете, если вы специализируетесь, скажем, по средней полосе России или вот России, ну, по крайней мере, вы будете по России путешествовать, вот можно и так. Подсказка идет от Марина Ополева. Астролог-нумеролог. Да, да, замечательно. Люди вообще не привязаны совершенно ни к чему. Астрологи и нумерологи. Следующее. Обрабатывать фотографии. Да. И сюда даже уже подходит, наверное, не столько фотографии, думаю, как бы на ступчик можно. Сюда уже, наверное, подойдет любая цифровая деятельность, связанная с цифровыми технологиями. И вот сюда же еще, смотрите, у меня записано видео. То есть люди, прям пишу, видео, фотографии. То есть люди, которые связаны с видеомонтажом, люди, которые делают фильмы, ролики. Музыканты. Да, музыканты записываем еще тоже. Музыканты могут, да, а таких, кстати, очень много. Так, музыканты. Ну да. В принципе, музыкант в какой-то степени, оно уже и предполагает, если ты хорошего уровня музыкант, ты уже путешествуешь. В принципе, да. Вот, видео и фотографии, цифровые технологии. Да, да, замечательно. И движемся дальше. Я по своему списку иду. Мастера. То есть мастера, любые учителя, мастера, их приглашают в любые страны, чем выше у вас уровень. Будьте вы мастером тем же самым по массажу, или же вы аюрведический доктор, или же вы йог, или же вы математик, физик, там, не знаю, NLP, practitioner, кто бы вы ни были, то есть вас уже приглашают в определенные места дать семинары, провести ретриты. То есть это как одна из таких профессий, которая тоже предполагает путешествия, если вы уже мастер высокого уровня. Еще, гостиничный бизнес. Здесь что предполагает? Что не обязательно вам жить, скажем, вот я живу в Ирландии, гостиница в Ирландии. Нет. А даже наоборот, вот вилла, в которой сейчас мы находимся, можете себе пометить, это Шанти-Шанти-Вилла в Арамболе. Если вы будете здесь, приезжайте сюда, у нас Елена хозяйка из Москвы, очень чисто, уютно и замечательно. Итак, гостиничный бизнес можно сделать каким образом? Что как на Арамболе здесь, в Индии, в большинстве люди 6 месяцев, ну 5-6 месяцев живут в Индии, зимуют, а потом уже отправляются к себе домой. То есть есть люди, и не только в Индии, и на Бали тоже, которые оформляют, бизнес берут в гостиницы, где можно выкупают. На Бали, например, есть возможность взять в аренду недвижимость на 50 лет. Это такой нюанс, и теперь я поняла, почему многие люди именно едут на Бали жить и работать. В Индии это сделать невозможно, и на Шри-Ланке тоже. Там можно только арендовать и только у местных жителей, там есть свои нюансы. А на Бали можно на 50 лет. Поэтому гостиничный бизнес, как один из вариантов, или ретритный центр, или йога-площадка. То есть умение организовать пространство, куда бы приезжали люди, и вам тоже нет необходимости там быть постоянно даже все эти 6 месяцев. Если у вас хорошие наработанные качества, то вы можете это организовать, поставить человека-менеджера и в это время путешествовать, то есть находиться тоже в разъездах. Дальше, сетевики. Вчера мне была такая подсказка, сетевики. То есть люди, у которых уже построена своя пирамида определенная, они могут брать заказы, могут работать, и опять все это делается удаленно. И для этого нет необходимости именно находиться в том городе, где вы живете. Можно уже жить в другой стране. Сфера недвижимости. Сейчас уже этим можно заниматься тоже дистанционно на определенных уровнях. Определенные уровни. Если, скажем, крупные сделки совершать, то вы можете это делать дистанционно. Опять-таки, возможно. Ну, может быть, есть нюансы, когда придется ездить, путешествовать домой и обратно. Но, тем не менее, это тоже как вот такой вот совет. Юристы и консультанты. Тоже это возможно. Моя близкая подруга работает, живет в Москве, работает на американскую фирму. И вот у нее компьютер, это ее офис, где бы она ни находилась. В принципе, у всех вот людей вот этих профессий. Их офис – это компьютер. Их дом – это чемодан. То есть, опять, здесь какой-то ген путешественника должен присутствовать. Потому что для многих людей это стресс. А если это стресс, этого делать не надо. Насладитесь жизнью дома. Ваш собственный дом, ваши стены греют. То есть, это, значит, надо наслаждаться вот этим, что мы делаем. Где мы сейчас находимся. В какой, я имею в виду, в какой стадии жизни. Личный помощник. PA. Personal Assistant. Прекрасная возможность жить и работать удаленно. То есть, есть люди, которым не нужен секретарь, сидящий все время в офисе. Много таких людей тоже, обычно такие люди, которые ищут себе удаленного PA Assistant, они тоже продвинутые. Они уже понимают, что это такое. Им нужен человек обязательно инициативный, сообразительный. Это человек, который в любой момент закажет билеты на поезд. Купит билеты на телефон, договорится о встречах. Напечатает, распечатает, вышлет программу. И, ну, то есть, я вам не буду сейчас говорить, чем занимаются секретари. То есть, личный помощник, прекрасная возможность путешествовать. Ну, тут главное наличие хорошего интернета и находиться в постоянном зоне доступа. Дальше видеофотографии мы сказали, маркетологи сказали. Специалист по продажам. Тоже возможно работать это все удаленно. Телефон есть, есть WhatsApp, есть Viber, есть возможность, допустим, если не через эти сети, не через интернет, то напрямую как-то, в общем, решить вопрос с телефонными звонками и работать удаленно. Специалист службы поддержки. Тоже еще одна из возможностей. Сейчас многие компании себе ищут людей, которые не работают в офисе. И сейчас таких все становится больше и больше. И они как раз-таки, наоборот, заинтересованы в людях, которые сидят у себя дома, предполагаемо дома. На самом деле, иногда я звоню там Vodafone или где-то у себя в Ирландии в службу поддержки нашей телефонной компании. Очень приятные люди, такой приветливый голос. Говорят, hi, how are you? И спрашивают, what's the weather like in Dublin? То есть, какая погода у вас в Дублине? Я сразу, оп, думаю, интересно. Ну, в принципе, по акценту я уже слышу, что человек, он не живет в Ирландии. Я говорю, знаете, у нас там хорошая погода солнечная, а где вы находитесь и какая погода у вас? Там кто-то говорит, я вообще в Каире нахожусь. Или там, я в Индии, в Дели. То есть, специалисты по службе поддержки сейчас тоже у них огромная такая возможность путешествовать и работать. Нет вообще никаких ограничений. Вот это весь список, который я составила. И с вашей помощью, конечно, тоже. Вы можете, если у вас какие-то идеи появятся, то, пожалуйста, пишите в комментариях или в посте, или мне личными сообщениями. Мне будет очень приятно и интересно получить от вас тоже вот такие идеи, какие же это профессии людей, которые могут путешествовать, зарабатывать при этом, наслаждаться жизнью и развивать свои качества. Потому что одно из самых важных, что люди, которые склонны к таким путешествиям, они, у них просто необходимо, а даже наоборот, у них должно быть повышенное качество ответственности. Я вот опять перечислю все эти качества, они очень важны. Это одно из самых таких главных, это идет к нашему развитию. Это умение, точнее, умение принимать риск, умение нести ответственность. Еще я не перечислила в самом начале, умение быстро переключаться. Здесь мозг работает в определенном режиме. То есть, умение переключиться от отдыха. Я лежу на пляже, тут мне позвонил, если я personal assistant или там личный секретарь. Мне звонок, купи билеты. Я тут же достаю компьютер, тут же я покупаю билеты. То есть, умение быстро переключаться. Мозг работает в другом режиме. Возможно, в офисе, на определенных работах. Может, даже не в офисе, а если человек работает на ферме. У него уже совершенно другое восприятие. У мозга, ну, как бы, другой, скажем, мир. Поэтому для людей, которые хотят путешествовать и так далее, наслаждаться жизнью, то необходимо, прежде всего, перестроить свой мозг. Это огромная работа идет. Дальше. Новизна. Приятие новизны и отсутствие страхов. Человек, который боится потерять, боится, ну, не знаю, потерять деньги, потерять паспорт, который боится там куда-то новые места, лучше, конечно, даже и не двигаться. То есть, это такое доверие, умение прыгнуть, наверное, куда-то, раствориться в потоке, прыгнуть в неизвестность, в новую страну, приехать и вот принять эту страну. То есть, вот такие качества, они развиваются автоматически. Планирование, дисциплина, умение распределять время грамотно, тайм-менеджмент, коммуникабельность. Одно из самых главных коммуникабельностей. То есть, если у вас, вы не умеете построить отношения с человеком, тем более дистанционно, то путешествовать, конечно, и работать сложновато. Умение наладить, умение наладить контакт. Вот эти вот качества, которые я перечислила, это опять мои идеи. Буду рада, если вы мне подскажете что-либо по этому поводу. Пишите мне личные сообщения. И еще немножечко, я совсем чуть-чуть расскажу о деревне удаленчиков, как она называется, на Бали, где я провела две недели. Коротко расскажу, как это примерно выглядит. Почему им на Бали? Почему нет, я уже думала, почему нет такой деревни удаленчиков, например, в Гоа или где-то еще, я пока не слышала. Идея очень хорошая. Можно такие создавать деревни, и не обязательно на Бали. Можно создавать такие деревни в любых других местах. То же самое, пожалуйста, в Краснодарском крае или в Крыму. Только это нужно организовать все это, правильно сделать, чтобы была цель. Ну, я сейчас расскажу, как это выглядит на Бали, вот это вот именно деревня, чтобы примерно понимать, о чем я или для чего это нужно. Прежде всего, отправляясь в новое место, вот скажем, Бали, звучит, о, фантастически, я еду там на Бали. Но на самом деле, если вы едете самостоятельно, вот я, например, первую неделю провела одна, и мне это было необходимо, побыть одной, сосредоточиться, пройти свои определенные процессы и подготовиться, видимо, уже к встрече новых людей. То есть, приехав на Бали, я погружаюсь в новую страну, и нет у меня никакой информационной поддержки. Я не знаю, где, что, как, что делать. Ну, как путешественница я, конечно, путешествовала. То есть, у меня была цель побывать в разных местах и окунуться, как посмотреть, как вот, как это выглядит вообще, туризм, скажем, на Бали. Но если вы нехорошо еще говорите на английском языке, кстати, качество еще одно, которое нужно развивать, вот я прямо сейчас себе запишу, это знание языков. Это тоже очень-очень важно. Я запишу сразу, потому что эта информация, она понадобится мне в будущем, я думаю. Может быть, как в каких-то постах я буду в своих публикациях использовать ее. Итак, прибыв в новую страну, у вас нет никакой информационной поддержки. Именно поэтому существует РД-2, деревня, в которую уже, направляясь на Бали, вы знаете, что вас там встретят, вы уже будете подготовлены. Они очень хорошо дают информацию вам, что можно делать на Бали, куда отправиться, как выглядят комнаты, меню мне даже прислали, какая у них кухня, сколько это стоит. То есть, вот все-все-все было уже подготовлено. И очень приятно, когда ты едешь в определенное место, у тебя есть полная информация. Конечно же, если ты готовишься, читаешь эту информацию. То есть, это то же самое можно сделать в любом другом месте. Вот вам еще идея для бизнеса, кто хочет этим заниматься. То есть, приехав, заказав, ну, сначала списавшись с РД-2, они мне выставили все абсолютно необходимую информацию, сколько стоят комнаты, жилье, про людей, там, то есть, вся информация, чат, все это уже у меня было. И далее вы приезжаете на Бали. У них есть интересные пакеты, о которых я говорить не буду, я точно не знаю. Знаю, что на месяц можно оплатить жилье на месяц. Можно сюда же включить питание, можно сюда же включить еще и аренду байка. Можно сюда же еще добавить и обучение на байке. И вот вы на месяц приехали, вы знаете, что у вас есть крыша над головой, вы знаете, что у вас есть соотечественники или люди, говорящие на этом же языке, кто на английском не очень хорошо разговаривает. Рядом с вами такие же, скорее всего, единомышленники. Молодежь мне очень понравилась, мне очень понравились люди, которые в деревне, все продвинутые, все очень интересные, которые путешествуют в разных странах. Очень люди, я бы сказала, добрые и воспитанные. Мне очень понравилось то, что люди, вот такие интересные люди, у них хорошие манеры. Вот это вот большой плюс. Я же даже мне так стало очень приятно, когда ты сидишь кушаешь, человек проходит незнакомый, я его не знаю. Мне желают приятного аппетита, это очень приятно, это очень хорошо. Плюс деревни проводят, эта деревня является еще как бы базой для многих других семинаров и тренингов. Я там тоже провела несколько занятий, мне было очень приятно. И вот это вот как такая база, то есть если вы желаете поехать на Бали, то имейте в виду деревня РД-2. Очень простые условия для жилья, но я там остановилась для общения, для того, чтобы как бы вот в эту информацию, в информационное поле погрузиться, чему я очень рада. Если у вас есть вопросы, я, пожалуйста, отвечу. Я думаю, что мне надо уже заканчивать, закругляться, потому что совсем вот еще чуть-чуть и приедут наши путешественники. Мы начинаем наше путешествие по Индии. Да, три человека, четыре человека уже приехало, еще семь человек приезжают сегодня. Да. Я вас благодарю, тут еще была подсказка, блогеры, да, блогеры тоже. Можно стать хорошим ютубером. Сейчас вообще нет никаких ограничений в смысле, можно стать знаменитостью, пожалуйста, только это опять. Харизма, это умение, это умение мечтать, это умение планировать, это определенные качества должны присутствовать для того, чтобы стать сейчас популярным, работать, путешествовать. И самое главное, наверное, заканчивая, закругляя, вот закругляясь, заканчивая этот эфир, я хочу сказать, что что бы мы ни делали, одной из целей, это скорее всего расширение своего сознания. То есть для чего мы делаем? Вообще всю жизнь живем для того, чтобы расшириться, чтобы стать еще, еще больше, еще наполненнее, еще добрее, умнее, счастливее и еще. И хочу, вот сразу мысль такая пришла, чем отличаются люди, скажем, темные и светлые, среди нас есть, опять это не хорошо, не плохо, среди нас есть люди разных качеств, темные люди и светлые люди. Скажем, вот людей ограниченных таких, ну скажу темные, потому что света мало, он прячется свет, свет есть у всех, вот здесь вот свет горит. Просто он у нас спрятан, мы его так вот зажали и прячем, поэтому темные люди, мы не даем светиться вот этому. Мышление темных людей, ну, с затемненным сознанием, скажем, мышление у этих людей какое? Вот это станет мной, и это будет моим, и оно будет, и вот это все станет моим, это будет моим, вот так вот, да, все движение внутрь, поглощение, вот это все мое, 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 мое. Как живут и какое мышление у людей светлых, у которых нет ограничений, которые светятся и растут, увеличиваются, не знаю, расширяются? У них какое мышление? Я стану всем, я стану всем. Чувствуете разницу? Я расширюсь, я стану всем, я стану миром, я познаю миром, я, я стану всем. И вот для чего мы это делаем, дай бог, чтобы эти путешествия, дай бог, чтобы наша работа в офисе, любимая, любимая работа в офисе, когда я делаю это с радостью, я это делаю, я наслаждаюсь. Если, допустим, нет, то все впереди, помечтаем где-то что-то, все получится, все у нас будет. Главное, ну, немножко как бы убрать вот эти вот шоры или убрать границы, убрать их. Сейчас время меняется, вообще фантастическое время, все возможно. И все, чтобы мы не делали, все приходит для того, чтобы мы получали радость, чтобы мы получали вот это состояние счастья, наполненности, проживая каждый день, каждую минуту. Благодарю вас за то, что вы присоединились, если вам понравилось, как обычно говорят, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Благодарю вас всех, репортажи у нас будут в группе «Осознанные путешествия», о наших путешествиях. И я думаю, что еще буду выходить в эфир, когда появятся новые темы, новые запросы. Почему я с вами? Потому что были запросы, не могла я не поделиться. Всем хорошего дня, намасте, намасте, до свидания. Завершить, и как тут завершить? Есть. Завершить.